сегодня я хотела тут прибраться ну и хотела и сделала это конечно брала больные листья пользу большей часть этих больных листьев на огурцах с этой стороны с этой стороны я ничем уже давно не обрабатываю как только огурцы и зародыши появились и начались расти я уже ничем не обрабатывал то есть начальной стадии когда еще только маленькие были несколько ли настоящих листочков еще обрабатывала потом нет уже все удобряла до удобряла но это уж давно и не удобряю потому что ну надоело сколько можно что есть то есть тот огурец апрельский там дальше у меня клавдия агро и хрустящие ломтиков один здесь он китайский змей это уже клавдия агро сидит огурцы есть никто их уже не хочет есть и делать в общем то их уже не хочется то есть ничего же не хочется огурцы сколько будет столько и будет нам на еду теперь хватит сорвал огурец салат сделала все поэтому ничего не делаю только надо вот обрезать сухое чтобы это не мешало в общем то не нужно она здесь но дело то не в этом дело в том что я и тут вот с дынями решил то же самое с арбузами сделать и напортачила я срезала самый большой арбуз который единственный у меня здесь роз вот он на три с половиной килограмма а все почему а все потому что говорили что арбузы растут только на главных побегах у меня вот эти два побега они вот и больные были с самого начала заболели эти вот зелененькие стоят вот эти вот чем-то заболели пошла по ним вот даже тут вот видно что грибок есть пошел по ним грибок в общем короче говоря главный побег я проследила он шел туда это другая дыня дыня ранее еще и не пробовала что она мне не пошла нет их только лакомка а это какая-то непонятная не водилась в общем то и главный побег я отследила там был он пустой ну и срезала его когда потащила поняла что уходил от главного к боковой и шел как раз он к этому большому чтоб его арбузом тут есть еще но они совсем не такие большие с кулачок чуть побольше все равно это не такой большой какой-то на три с половиной килограмма было есть возможно он еще и подрос бы вот такие вот дела так что вранье это все что с боковых побегах не растут арбузы вот арбуз бокового побега самом начале был обрезан главный побег случайным образом обломался и потом на нем были арбузики но они как-то не видно не опылялись а вот этот пошел и вот он пожалуйста его обломала ну ладно чушь поделать перенеть дыньки тут есть дыньки слава богу тоже было мало вот дыньку обломала вот этого дынька хорошая она подрастет еще думаю что еще то есть дыньки тут тоже нормальные но я говорю с самого начала здесь не пошло ты же когда мы сделали парник мне нечем идея была за травы сюда набить то есть вниз много много травы травы не оказалось то что травы как-то вот не было на тот момент еще в итоге вот часто у меня трава будет когда все это сниму я траву все это заполню травы чуть положили и потом навоз положили перегной даже больше скажем так чем навоз ну и вот остальное землей потому что земли тоже столько нет там большая глубина смысл было наполнить травой все это дело с навозом травой все это что перед перепрела давала такую теплую грядку сделать теплую грядку ну в общем не получилось это идея толком вот так я их и посадила как сейчас видите вообще вот когда это все сниму все 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 уберу я у меня там есть трава которую мы косили складывали я естественно ее заполню полностью и она будет вот такая вот высокая и будет уже все нормально на следующий год то есть закрою черной пленкой сверху все будет нормально у меня будет хорошая земля здесь сюда я посажу арбузу ну и пару дынек тоже я высажу но во первых я уже не буду сажать так много сюда дынь вообще чуть-чуть посажу четыре штуки может быть все остальное высажу арбузики и буду конечно уже следить за всем этим делом не так как в этом году бросила они все заполонили и разрослись так что конечно и дыньки получились вот маленькие из-за этого ну и с поливом тут я еще как бы тяжеловато пока разобралась чё как вообще ну в общем не знаю возможно вообще здесь только арбузы посажу а дыни не буду потому что может быть они даже как-то по-разному это все дело любит дыни точно не любит чтобы их поливали их надо я вот в это в грядке поливала дыни раз в неделю по выходным когда приезжала по три литра на растения выливала закрывала через некоторое время а через пару часов открывала и еще выливала подкармливала с подкормкой лила то что чтобы они сначала напились и вот таким образом немного крутые литра буквально метрох литровая ведерко под каждый корень 8 корней все и отличные дыни вкусные а тут что-то как-то вот не пошло не поехал на арбуз надеялась но не судьба видно не судьба ладно будет следующем году эксперимент чем заняться эксперименты какие проводить по арбузом и дынем еще но арбуз я срывала у меня треснула арбуз то ли он от треснул от того что их полила ну не знаю треснул маленький вот этот кулачок арбузик треснул я его разрезала он сладкий я вставлю на сейчас сюда он очень сладкий и вкусный единственно что он розовый розовый но если бы он дозрел по-настоящему он еще месяц прошел 45 дней не прошло ну шкурка толстая да вот не тонкая вот в дынях там вообще вообще идеал лакомка медовая дыня это вообще класс супер есть конечно попробую другие сорта в следующем году какую-нибудь торпед торпеду еще попробую раз меня дыни поперли у меня рука значит надо нелегко а с арбузами будем пытаться будем еще экспериментировать возможно стоит здесь посадить только арбузы больше ничего не сажать их с дынями надо подумать ну дыньку все таки одну две все таки надо ну или а может не надо не знаю хотела наверное арбузы одни арбузы и дыни на грядке это было бы лучше или попробую чью и арбузы на грядке вырастить потому что кто его знает возможно они тоже лучше будет расти на грядке под пленкой я вот не экспериментировал в этом году с арбузами под пленкой только с дынями оказалось что это лучше чем в парнике правда здесь их попозже сажала там раньше она все что я хотела сказать это вот это вот всем пока